Всем привет! В этом видео я покажу варианты создания татуировки для аватара Second Life на трехмерной модели. Работать я буду в Photoshop и Matbox. То есть покажу пример создания текстуры для трехмерной модели в каждой из программ по отдельности. Это изображение я нашла в интернете и хочу сделать что-то похожее. Можно сразу заметить, что на двухмерной плоскости будет проблематично качественно соединить швы текстуры. Швы соединения текстур торса и руки я обозначила красными линиями. Этот рисунок я нарисовала заранее, теперь сохраню его отдельным изображением. Далее мне необходима трехмерная модель тела аватара. Найти ее несложно. Я ввела запрос о скачивании трехмерной модели аватара Second Life и сразу нашла ответ. Все ссылки на источники я оставлю в описании к видео. На сайте предлагают несколько источников, где можно скачать модель аватара. В принципе можно ознакомиться с каждым. Я перешла по одной из ссылок и вижу, что здесь предлагают скачать как аватар целиком, так и отдельные его части в разных вариантах телосложения. Это рабочее пространство Matbox. Данная программа предназначена для цифрового скульптинга. Далее я открываю скачанную, но и ранее, модель торса аватара. Навигация здесь несложная. Alt и левая кнопка мыши вращения, Alt и средняя кнопка мыши перемещения, Alt и правая кнопка мыши приближения и удаления. В верхней правой части экрана находится куб, при помощи которого можно отобразить модель в определенной плоскости. Переключившись на окно развертки, можно увидеть созданную текстуру. В Matbox есть возможность работать со слоями как для скульптинга, так и для текстурирования. Скульптинг для создания необходимой мне текстуры не понадобится. Поэтому я выбираю вкладку Paint. Здесь я могу создавать новые слои, объединять их в группы, создавать маску слоя. Принципы работы со слоями ничем не отличаются от Photoshop. На нижней панели инструментов я выбираю те, что предназначены для текстурирования. Здесь тоже все довольно просто. Знакомый набор Photoshop. Но я буду использовать только инструмент под названием проекция, потому что собираюсь создать текстуру из готового изображения. Далее перехожу к трафаретам и загружаю мою текстуру. В нижнем левом углу появляется подсказка с сочетанием горячих клавиш для масштабирования, перемещения и вращения изображения. Теперь мне остается лишь спроецировать изображение на модель. Для этого я выбираю необходимый ракурс модели и модифицирую изображение. Если слой не был создан ранее, то при попытке нанести текстуру появляется окно о необходимости создания слоя. Здесь нужно указать необходимые параметры. Обязательно нужно убрать галочку с параметра «Использовать изображение штампа». Цвет кисти не имеет значения, а вот размер лучше подогнать под изображение, так как слишком большая кисть может спроецировать изображение и на другие участки модели. Я применила инструмент «Зеркало». Так как по моему замыслу текстура должна иметь два изображения, расположенных зеркально относительно друг друга и симметрично по отношению к центральной оси модели. После нанесения текстуры она появляется и в окне с разверткой модели. Далее я экспортирую канал в формат «Фотошоп». Открываю документ «Фотошоп». Вижу, что он имеет три слоя – сетка, нанесенная текстура и базовая текстура модели. При необходимости можно откорректировать текстуру, а затем уже загрузить в «Секонд Лайф». Теперь я покажу, как можно создать текстуру для трехмерной модели в самом «Фотошоп». Создаю новый документ. На верхней панели навигации нажимаю кнопку «3D». Жму «Создать 3D-слой из файла». Выбираю модель «Аватара». С инструментами навигации разобраться несложно. Так же, как и в предыдущем примере, здесь присутствуют вращение, движение и приближение отдаления. Открываю мой рисунок. Копирую его новым слоем поверх трехмерной модели. Выбираю необходимый ракурс и в «Свойствах слоя» жму «Объединить с предыдущим». При нажатии на текстуру модели она открывается отдельным слоем с уже спроецированным на нее изображением. То есть, сама текстура является отдельным документом и может иметь множество слоев, которым применимы все функции Photoshop. «Объекты» 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 Далее я загрузила созданную текстуру в Second Life и создала HUD. Как создавать HUD я уже рассказывала в одном из предыдущих видео. Эту татуировку я также добавлю на Marketplace по цене 0 линденов. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставайтесь со мной, ведь впереди еще много интересного.